Нам нужно создать гражданский проект. Нам нужно взять технологию промышленную и отдать ее, прежде чем зарабатывать, надо взять ответственность. Ответственность – это социальная среда там, где ты находишься, где ты живешь. Если ты ее создаешь, благотворишь и животворяешь, оно тебе строится и воздается. Детский дом или детский дом-интернат. Государственные профильные учреждения. Профильные учреждения. Этому промышленному направлению. Отрасль. Частную компанию. Этого же. Этой же отрасли. Этого же профиля. Или управляющую компанию. Управляющую компанию консалдинговую, маркетинговую. Те, кто занимается продвижением, контролем, экономикой. В общем смысле этого слова. Те, кто занимается продвижением. Частное экономическое предприятие по нового цикла. От управления до внедрения. И ряд физических людей. Их может быть, чем больше, тем лучше. На самом деле. Разумное количество людей. Разумное количество. Какое разумное количество, вы поймете из дальнейшей раскладки технологий. Гражданский проект, который включает в себя уникальный состав участников. Разных отраслей деятельности. Социального значения. В общем, такой клубок. Такой микс. Микс. Гражданский проект. Разумное количество. Имеющее 100% акции. Доли прав. Более права, что у нас собственности. Ну, я не знаю, назовем. Ну, пусть будет троица. Три. Тридцать. Тридцать человек. Пятьдесят. Ну, такого, конечно, никто еще не делал. Но, может быть, и не разумно, на самом деле. Может, надо создавать малые предприятия, там, из десяти участников. Вот, то, что мы делали. Восемь, десять. Они никогда не будут заниматься производством промышленностью, там, затанчиваться. Это собственники технологии, которые получают, это собственники, это собственники технологии, которые получают роялти. Все. Это правообладатели, которые живут на процентах. Это эти. Рантье. Правовая экономика. Российская правовая экономика. Достойнейшие люди живут в России, в конце концов. Эти сто процентов сжимаются. Они сжимаются, там, давайте возьмем вот так, расширим, размоем эти доли, там, скажем, на три части. То есть, мы не продаем свои изобретения, мы создаем совершенно противоположный процесс. То есть, мы их раздаем, эти изобретения. Мы не просим, что давайте купить, у нас эти изобретения, у нас есть часть изобретения на продажу, да, естественно. Как бы, ну, ассортимент. То есть, если у тебя есть деньги, промышленник, дорогой промышленник, если у тебя есть деньги, и ты когда-то приватизировал мощности у Советского Союза, это по-твоему наследие, и ты не вкладывал ни копейки в него, и сейчас столкнулся с тем, что у тебя бизнес чахнет. Чахнет, и тебе надо что-то новое, а новое надо создавать, потому что права на все, что сейчас есть в ходу, спрашивается, они кому-то принадлежат. Это четвертая часть Гражданского кодекса Российской Федерации. То надо покупать. Надо покупать или у институтов, которым отдали правообладание университетов, которые сейчас возрастут в стоимости, там, я не знаю, кратно, в миллион раз, как Гарвардские университеты в Америке. Или обращаться к каким-то маленьким общественным организациям, или частникам, что составляет, по большому счету, ну, какой-то маленький процент мизера вообще от общих нематериальных активов России, знаний. Если у тебя есть какие-то деньги, если у тебя еще, они еще остались, то мы можем дать тебе промышленные технологии. А даром. А от своей деньги ты вложишь производство этой технологии. То есть обновишь свои станки, создашь условия выхода продукта и получишь 51%. Тебя будут называть 51%. У этих людей, естественно, должны быть доверенные управляющие. Эти управляющие, они обязательно будут получать свой хороший процент. И будут работать на вас. Они будут иметь там, условно, пусть 20%, 30%. И содержать свой штат. Всю инфраструктуру управления, маркетинга, менеджмента, консалтинга, пиара, там, полный цель. Вы останетесь. Там 10 человек. Там по 10. Каждый по проценту. Этого достаточно. Если это звено, это грамотно. И этот получит за 51% с условием производства, там, не знаю, 20 лет с нарастающим. То есть договор, контракт с нарастающим объемом производства. Естественно, план. Плановая экономика. То есть мы сейчас говорим о совокупности экономика. Правовой, плановой, рыночной. И бог еще знает какой. Микс. Ну, в общем-то, вот оно, моделирование промышленной собственности. Моделирование предприятий в любой хозяйственной деятельности на основе права в промышленности. Что мы захватываем? Промышленность захватываем. Услуги. Это слуги. Услуги всегда услуги. Отнесите приставку и получите корень. Что они доносят? Они доносят с места на место. С того места. Они обеспечивают процесс. Это очень важное звено. Люди, которые изначально имеющие возможность прямо сейчас создать, начать, моделировать такие предприятия по стоимости, я не знаю, по стоимости патентов. Создание, создание, создание регистрации. То есть, вы имеете информацию, вы имеете какое-то решение, задача, да, это куча, чем нефть, да, информация. Вам для того, чтобы создать 500 тысяч рублей, надо потратить 50 за регистрацию при ценной бумаге. Потому что патент – это зависит от собственности, это право собственности, это ценная бумага. Но здесь есть один нюанс. Вот эта сумма, это сумма лишь себестоимости регистрации. А стоимость самого решения задачи, она может быть даром, что мы представляем и тянутся на миллионы, 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 миллионы. В общем-то, вот вам в двух словах, они же есть, на чем размыслить.